Украина вошла в зиму без резервов мощности из-за поврежденных атак энергообъектов, эксперт. Из-за поврежденных и разрушенных атак, прошлого отопительного сезона, энергетических объектов Украина вошла в зиму без резервов мощности, поэтому в периоды похолодания энергосистема будет испытывать их дефицит, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на директора энергетических программ, Центра Разумкова, Владимира Амельченко, по его словам, многие объекты генерации были повреждены и разрушены во время боевых действий. Кроме этого, объекты генерации на 10 гигаватт мощности находятся в зоне оккупации. Это Углегорская ТЭС, Запорожская АЭС, Луганская ТЭС, а также множество ветровых и солнечных электростанций, эксперт отмечает, что энергетики не смогли восстановить поврежденные мощности в полной мере. На некоторых электростанциях были повреждены машзалы и блоки генерации, поэтому полное восстановление таких электростанций было невозможно, у нас есть дефицит мощностей. Поэтому когда будут очень низкие температуры, менее 7-8 градусов мороза в среднем по Украине, которые будут продолжаться в течение нескольких дней, то в пиковые часы у нас могут быть дефицит мощности от 2 до 3 гигаватт. Такой дефицит мы чисто технически не сможем перекрыть импортом. В этом случае у нас будут плановые отключения. Это при том условии, что у нас не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры, считает Амельченко. По его словам, сейчас Украина имеет техническую возможность покрывать часть дефицита за счет импорта. С 28 ноября ИНТСОЕ увеличило предел пересечений с 1,2 гигаватта до 1,7 гигаватта. Напомним, ранее сообщалось, что в результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть от довоенных объемов электроэнергии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.